Перед вами обломки Сан-Хосе, испанского галеона, обнаруженного у берегов Колумбии. Теперь вокруг корабля разворачивается новая битва. Дело в том, что на борту было найдено много золота, серебра и драгоценных камней, стоимость около 20 миллиардов долларов. Эти сокровища должны были доставить королю Испании, Филиппу V. Капитан корабля знал, что англичане будут охотиться за богатствами, но ему всё равно не удалось избежать ловушки. 8 июля 1708 года судно потерпело крушение и затонуло на глубине 6 километров. Но подъём 300-летнего корабля довольно сложный и дорогостоящий процесс, поэтому обломки Сан-Хосе до сих пор считаются самыми ценными в мире. На самом деле водолазы довольно часто находят на дне морей и океанов золото и другие сокровища. Ещё более интересное открытие было сделано неподалёку от полуострова Юкатан. На глубине 30 метров водолазы обнаружили жуткую подводную реку. Аномалия привела к образованию воронки, наполненной дождевой водой. А на дне воронки находится источник солёных грунтовых вод. Из-за разницы в плотности пресная и солёная вода не смешиваются, и граница между ними видна невооружённым глазом. Налейте в стакан масла, а сверху воду. Эффект будет тот же. В итоге за довольно короткий промежуток времени Сенот Ангелита стал популярным местом среди водолазов. Следующая находка всколыхнула умы любителей мифов об Атлантиде. Йонагуни — огромный каменный монумент, покоящийся на глубине 26 метров. При погружении водолазам удалось разглядеть явные очертания пирамид, улиц и лестниц. В размерах всё сооружение составляет примерно половину футбольного поля. Ему около пяти тысяч лет, а некоторые стены украшены резьбой. Многие верят, что монумент — это всё, что осталось от легендарных цивилизаций Мул или Лемурия. Однако технологии тех времён просто не позволили бы построить такой комплекс, поэтому вокруг памятника Йонагуни собралось не только огромное количество мифов, но и скептических мнений. Учёные утверждают, что памятник появился естественным путём, благодаря подводным течениям, которые и образовали камни. А то, что водолазы принимают за резьбу, на самом деле просто царапины. И хотя учёные пришли к единогласному мнению относительно этого феномена, многие археологи продолжают утверждать, что памятник Йонагуни создан человеком, и в нём есть пирамиды, дороги и даже стадион. А вот в отношении этого подземного города нет и не может быть никаких домыслов, потому что нам доподлинно известно его происхождение. Перед вами Шичен, город льва. Его внешний вид практически не изменился, и водолазы до сих пор могут любоваться арками, статуями, украшениями на стенах и даже деревянными постройками. На заре существования города в нём проживало невероятно прогрессивное общество, а некоторым найденным там артефактом уже около 1300 лет. В 1959 году город был затоплен с целью строительства новой гидроэлектростанции. Сейчас на его месте располагается искусственное озеро Цяньдауху. Про постройки забыли на несколько десятилетий, пока в 2011 году группа водолазов случайно не наткнулась на некогда процветающий город. Теперь место пользуется большой популярностью среди опытных дайверов со всего мира. Аномалия Балтийского моря породила множество споров и даже теорий заговора. Объект размером с хоккейную площадку, похожий на тысячелетний сокол из «Звёздных войн», был обнаружен в июне 2011 года в Балтийском море. Многие верят, что это НЛО, который потерпел крушение на нашей планете. Кто-то же уверен, что это руины древнего города, затопленного много лет назад. Когда водолазам наконец удалось добраться до странного объекта, они взяли образцы и отдали учёну. Но каменное образование оказалось частью ледника и было далеко не единственным в той области. Однако команда, обнаружившая аномалию, продолжает утверждать, что это не просто кусок ледника, а нечто большее. Участники экспедиции рассказывают, что когда они приблизились к объекту, их электронные устройства вышли из строя. А когда они возвращались на поверхность, всё оборудование таинственным образом снова заработало. Чтобы увидеть этот подводный город, вам даже не понадобится акваланг. Представляем вашему вниманию Гераклеон, также известный как Тонис, расположенный на глубине равной длине автобуса. Этому городу как минимум 14 тысяч лет. Его руины были обнаружены французским подводным археологом Франком Годио в 1999 году. На месте древнего города было найдено множество монет, посуды и незаконченных статуй божеств. А в 2010 году на поверхность удалось достать древнюю египетскую лодку Барис. Несмотря на огромное количество археологических находок, учёным удалось изучить лишь 5% наследия города. В 2020 году водолазы наткнулись на неизвестную светящуюся спиралевидную аномалию невероятных размеров. Она лежала на дне моря неподалёку от западного побережья Австралии. Оказалось, что это живое существо — аполемия, точнее, целая колония существ, известных как сифонофоры. Они цепляются друг за друга, образуя гигантскую сороконожку. Внешнее кольцо обнаруженной спиралевидной аполемии в длину составило около 47 метров. Для сравнения, самый большой из всех когда-либо существовавших синих китов достигал всего 30 метров в длину. Что ещё удивительнее, аполемия является хищником. Оказывается, у спиралевидной конструкции сифонофоров есть части, отвечающие за охоту, и части, которые переваривают пищу. Аполемия не лежит на дне в ожидании, что жертва сама попадётся в её ловушку. Она плавает и охотится на мелкий планктон. Рыбу и даже других аполемий. И хотя этот вид очень редко встречается в природе, вам стоит быть осторожнее, поскольку укус аполемии довольно опасен. Ещё один артефакт — антикитарский механизм. В 1901 году команда ныряльщиков обнаружила на глубине, равной ширине футбольного поля, обломки римского грузового корабля и забрала с него множество ценных предметов — статуи с бронзой, мрамором, керамику, ювелирные изделия и компьютер. Погодите, что? Компьютер на римском корабле? Антикитарский механизм считается одним из самых древних аналогов современного компьютера. На протяжении многих лет учёные не могли понять, что это за механизм. Но как только его проверили на рентгеновском аппарате, всё стало на свои места. Он был изготовлен греческими мастерами примерно 100-150 лет до н.э. Механизм оказался невероятно сложным и состоял из 30 бронзовых шестерней. Его использовали для отслеживания движения Солнца и Луны, а также для предсказания затмений. Подводная находка, конечно, не принесла 20 миллиардов долларов, как в случае с сокровищами в обломках Сан-Хосе. Но знания, которые она дала историкам и исследователям, оказались бесценны. Однажды два водолаза отправились на глубину, чтобы сфотографировать синих окул. Однако в их объективы попало нечто более удивительное. А именно – гигантская медуза. Водолазы сообщили, что она была похожа на огромное сваренное яйцо и появилась буквально из ниоткуда. Оказалось, ныряльщики наткнулись на огромную медузу-бочку, которая достигала полутора метров в диаметре. Это самая большая медуза, которая когда-либо была найдена у британских островов. И хотя эти животные считаются неопасными, их размеры заставляют держаться от них подальше. А это открытие, сделанное в Бразильской реке, навсегда отобьет у вас охоту нырять. Гигантская анаконда. Бартоломео Баве и его напарнику удалось заснять одну из самых больших анаконд. В длину она достигала размеров взрослого жирафа и весила больше человека. И хотя Бартоломео давно привык плавать с окулами, встреча со змеей заставила его серьезно понервничать. К счастью, животное оказалось довольно любопытным и безобидным. Однако одно из самых интересных мест для дайвинга сильно удалено от морей и океанов. Перед вами Ординская пещера. Она находится на западе Уральских гор и по форме напоминает сифон. Подводная часть системы простирается на 4 километра 800 метров, что делает пещеру одним из самых длинных подводных тоннелей на планете. Но самая главная ее особенность – это вода. Окружающая среда, богатая минералами, очищает воду и делает ее кристально чистой, благодаря чему водолазы видят, что находится на расстоянии 46 метров. Это означает, что Ординская пещера – просто идеальное место для подводной съемки. Ой, что это позади вас? Гигантский осьминог? Попались!